Это как раз одна из причин, почему ФСБ и их агентура пытаются организовать мое убийство здесь, в Европе, потому что они понимают, что я являюсь одним из идеологов и лоббистов упразднения Федеральной службы безопасности. Эта служба действительно не справилась со своей главной задачей согласно Конституции. Там есть управление по защите конституционного строя. В первую очередь они обязаны были охранять демократию, вот от той самой диктатуры, во что сейчас превратилась Россия. Они с этой задачей не справятся. Самая страшная ошибка 90-х, как раз когда был развал Советского Союза, что толпа с ликованием свалила памятник Дзержинскому, воспринимая это как образ, но при этом никаким образом не была переформатирована работа КГБ, которая превратилась в ФСБ. Не были открыты самые страшные архивы. Самая страшная история в ФСБ – это архивы. Вот это слово «архивы» на многих очень людей напоминает какую-то скуку и тоску, как будто это какая-то старая библиотека информации. Надо было открывать спидки агентов. Агентов, конечно же. Самое страшное, что они не сделали, то, что они заложили мину, бомбу замедленного действия под Россию, сохранив это, они сохранили эту спецслужбу вместе с архивами, в которых содержится огромное количество компромата на граждан России, с помощью которого они манипулируют людьми и, по сути дела, превращают их в биороботов. То есть человек, казалось бы, ходит, свободно передвигается и так далее, но его душой, его мозгами владеет какой-то куратор ФСБ, который дергает за ниточки и говорит ему, напиши ложную информацию на того-то. Подложи этому человеку завтра в карман наркотики, мы придем его арестовывать. Там дай свидетельские показания, что ты видел то, чего на самом деле не было. То есть эта система, они манипулируют людьми в масштабах всей страны. У них на контракте, на доносах миллионы россиян. То есть практически все, что они могут, они контролируют. Парламент, суды, прокуратуру, следствие. А что они не могут контролировать? Они пытаются либо убить, либо посадить в тюрьму, превратить, смешать с дерьмом, и дискредитировать то, что они сейчас делают, например, в США. Я вам лучше скажу, Владимир. Ошибка и даже преступление, если хотите, Ельцина в том, что он из этих людей, из внуков и детей Дзержинского, сделал новую буржуазию. Он им дал деньги. Он позволил им обогащаться. Мало того, что у них там была информация, власть. Мало того, что они были по горло в преступлениях. Им дали возможность приватизации, высокопоставленных каких-то СЕО работает начальником службы охраны в больших предприятиях и так далее. И таким образом именно они стали основой для новой буржуазии. А теперь они кричат, что они вообще не виноваты ни в чем, и что они не были пособниками Путина. А кто был? Вы знаете, я сейчас скажу, возможно, такую мысль, которая где-то срезонирует. Я гребу критику со стороны российских либералов, тех, которые верят в Ельцина, участвуют в этом Ельцин-центре и так далее. У меня нет уверенности, что Борис Ельцин не был агентом КГБ и ФСБ. А что значит, извините, что я перебываю, а как это у вас нет уверенности? У вас должна быть уверенность, что он был. Быть столь высокопоставленным партийным сотрудником? С учетом того, что если так и было, то дело оперативного учета под особой секретностью или уничтожено, я просто так как я не располагаю этими документами, я не могу утверждать. Я всегда озвучиваю проверенную информацию. Но мое личное мнение, конечно, я подозреваю. И я уверен просто, что демократии, к сожалению, в России никогда вообще не было. Не было ее в 90-е годы. Они расстреляли в 93-м году парламент из танков. Это был, наверное, не очень хороший парламент. И там, наверное, было большинство тех, кто родом из Советского Союза, с коммунистическими мозгами. Но это не имеет никакого значения. Из танков парламент, даже если он тебе не нравится, нельзя было расстреливать. Они это расстреляли и обернули это в обложку. И, к сожалению, большая часть цивилизованного мира почему-то поверили в то, что это был коммунистический парламент, а значит, можно тогда закрывать глаза, раз они расстреливают парламент. Это было делать нельзя. Потом вспомните 95-й год. Самый популярный человек в России был, конечно же, не Борис Ельцин. Был Влад Листев, Владислав Листев. Великий, настоящий журналист до мозга костей. Тот, который стоял у истоков свободной журналистики и который пытался перестроить российское пропагандистское телевидение, с помощью которого КГБ и ЦК КПСС буквально зомбировали десятилетиями жителей Советского Союза. Он пытался это все модернизировать и сделать из этого, условно, взять самые лучшие практики американского телевидения. Вот эти подтяжки, его свободный жанр, частик, его убили. Его очень подлым образом убили. А потом журналистов всех в Останкино собрал Борис Ельцин, который сказал очень интересные слова. Он сказал буквально, собрав огромное количество российских журналистов, что нам не нужно бояться дать больше власти силовикам и правоохранительным органам, выстраивая образ изначально. То есть президент закладывает в головы журналистов, и те помогли сформировать общественное мнение, что якобы Листьево застрелили какие-то там бандиты ОПГ, что-то там из-за рекламы и так далее. А на самом деле следующий год, 96-й год, мы видим, что произошло. Подтасовка выборов. Олигархи скинулись деньгами. Купили буквально, в прямом смысле слова, голоса Ельцину с помощью различных концертов, поп-звезд и так далее. Ельцин остался на второй срок. Дальше его превратили, по сути дела, в овоща с помощью целого ряда, я не знаю, что это были, химическое воздействие, психологическое воздействие, но мы видим, что в 96-м году это был здоровый мужик, который там плясал на сцене, а в 99-м году это человек, который уже не отдавал отчет в своих действиях, и который передал ключи от Кремля. Царь Борис передал своему наследнику, царю Владимиру Ключи. Да, он же прекрасно знал, кто такой Путин, поэтому он передал их фактически ФСБ, и на это нужно трезво смотреть. Да, извините, было бы подлостью с моей стороны, если бы я не забыл об этом сказать. А Галину Старовойтову, ту, которую очень сильно уважал Борис Николаевич Ельцин, санкт-петербургского депутата, настоящего демократа, либерала, которая готовила дважды, вносила в Госдуму законопроект, алюстрации с тем, чтобы Госдума приняла закон, который заблокирует вход во власть всех экс-КГБшников, тех, кто работал над ее самым подлым образом, убили в тот самый год, когда Владимир Путин стал директором Федеральной службы безопасности. Это все звенья одной цепи. Они убили тех людей, которые могли это дело остановить. И то, что мы сейчас имеем, это был фундамент заложен именно в 90-е, в том числе с участием Бориса Ельцинова. Владимир, у нас до конца сессии 7 минут, поэтому не могу не спросить у вас. Вот последние ваши контрагенты, которые вам в ноябре писали, писали в том числе о том, что предсказывают неизбежную гражданскую войну в России, говорят о том, что идет грызня между различными структурами. Мы это уже немножко обсуждали, но вот у меня вопрос. Как вы считаете, будет ли Путин сейчас, потому что для него наступает форс-мажор, усиливать террор по отношению к самому населению, особенно по отношению к тем людям, которые возражают, или мнения которых не совпадают? Потому что мы же знаем, что часть людей все-таки осталась в России. Я знаю многих людей, которые говорили еще в феврале месяце мне на интервью, что мы никогда не покинем Россию, мы будем здесь, а потом все-таки встали и уехали, потому что понимали, они уже слышали за дверью это дыхание, бешеных собак, поэтому семья и все остальное. Как вы считаете, если будет увеличиваться террор, то в каком виде он может увеличиваться? Террор уже начался. Мы видели казнь с помощью кувалды. Мы знаем о внесудебных расстрелах на оккупированных территориях Украины тех, кто отказывается принимать участие в войне. И я сказал еще несколько месяцев назад, по сути дела, как предвидел, есть два пути. Либо внутри какие-то здоровые силы в силовом блоке и в российской экономике предпринимают усилия для свержения диктатора и для введения какого-то временного правительства и последующего пакета реформ в сторону демократизации, срочного прекращения войны, вывода войск и изменения трансформации России в сторону парламентского государства, условно Соединенных Штатов России. Либо мы увидим, как начнется на наших глазах фашизация с применением внесудебных казней и так далее. Я об этом говорил несколько месяцев назад. Она уже есть. Она уже есть. Да, последние недели мы это видим просто от доказательства. И очевидно, что маховик вот этих репрессий будет раскручиваться до какого-то определенного предела. И в данном случае, да, я пока наблюдаю вот то, что есть люди, которые внутри системы, каждый из них в душе против и понимает, что это пагубно, и это нужно остановить. Но, во-первых, у них нет возможности каких-то платформ для объединения, чтобы они друг друга увидели, что их на самом деле большинство в этой системе. И каждый из них в отдельности боится. И я уже говорил, да, у нас вторая часть 2022 года для России, это, знаете, россияне оказались между шваброй и кувалдой, между пытками, изнасилованиями и муками в тюрьме и между отправкой на войну и вот там в несудебной расправе. Это то, во что Путин погрузил Россию вот за последний год. Однако я вам скажу, что у нас осталось пять минут, но вот и сам он панически боится, потому что вот это расследование за инсайдера, я думаю, вы его читали, видели, о том, что его охраняют не то 14, не то 18 тысяч человек, о том, что это целое подразделение с тяжелой техникой, с вертолетами и с самолетами, со многими другими вещами и с огромной, колоссальной системой безопасности и отделом безопасности, который постоянно проверяет всех. Мы же видим, что ни один диктатор в мире никогда, ну, по крайней мере, в новейшей истории мира, не имел такой охраны. То есть представляете себе, что там щелкает у него в башке вообще. Это же постоянно какой-то монитор, понимаете? Ну, он живет в огромном стрессе. Вот тот источник, который у нас есть в ФСО, ну, у нас их несколько, но вот тот, который непосредственно его регулярно наблюдает, он сообщает о том, что у него приступы паники, что он иногда запирается, ему тяжело выйти. То есть он готовится к этим выходам. Вот две недели же его никто не видел после фирса. Да, он нарочито выходит на публику, заранее подготовившись и приняв какие-то там специальные там медикаменты, но у него есть приступы паники. Он реально боится того, что его убьют. Он больше всего боится даже не то, что его убьют, а что его арестуют. Арестует он себя, вот для него оказаться в тюрьме, для него, вот когда он помещает неугодных людей в тюрьму, он в душе очень такой, он это садист, ему приятно. Вот, например, Алексея Навального он посадил в тюрьму, и он в буквальном смысле слова кайфует. Мы сейчас, у нас очень много информации есть именно о том, что происходит с Алексеем Навальным в тюрьме, и мы в ближайшие там недели начнем публикацию этих материалов, но я хочу сказать, что для него это доставляет наслаждение. А сам он, прекрасно понимая, что из себя представляет русская, российская тюрьма, он этого очень сильно опасается, вот этого позора, наручников и так далее. И вы правы, он действительно вокруг себя выстраивает огромное количество разных спецслужб, которые друг друга перепроверяют, и их он осыпает огромными деньгами. То есть вот те люди, которые работают в его ближайшем окружении, охраняют его водители, охранники и так далее, он в буквальном смысле слова их осыпает деньгами, их и их семьи, стараясь максимально их коррумпировать, он им не зарплаты выплачивает. Он их коррумпирует с тем, чтобы у них была там двухсотпроцентная лояльность, что только вот при диктаторе работы его личным охранником, там портфеленосцем, водителем ты можешь покупать там виллы, дома со своими там родителями и так далее. Это в этом смысле да, он себя окружил, и вот эти охранники в последующем становятся министрами, губернаторами, то есть у них в России сейчас это такой социальный лифт, когда не обязательно быть умным, надо быть очень преданным и очень лояльным Путину, и тогда ты станешь министром или губернатором. Но в итоге к какому результату вот эти вот неучи и просто охранники, повара и водители приведут страну, ну мы видим в принципе вот, что сейчас происходит. Уровень окружения Путина, честно говоря, потрясает, потому что там всех этих людей, вроде там, я не знаю, Медведева и всех остальных, или Рогозина, или еще кого-то, хочется просто элементарно проверить на IQ. Над ними же смеется весь мир, просто смеется весь мир. Ну и, к сожалению... Не без участия спецслужб. Путин увидел в Медведеве в какой-то определенный момент конкурента. То есть он сначала ему, как зице-председателю фунту, передел на 4 года портфель и ключи от Кремля, контролируя все эти 4 года всех силовиков. Это путинские силовики, которых он назначал, и Медведеву было запрещено их менять в любой момент. Но в последующем, когда Путин увидел, что у Медведева очень серьезные рейтинги, у него есть уважение на Западе, дальше было проведено несколько спецопераций. У нас меньше минуты. Да, арест сестры его жены. Так что, в общем, да, их просто делают такими клоунами.